Всем привет! Вы у меня на канале Цветочные Ассорти. И сегодня я хочу вам показать свои цветущие комнатные растения, которые у меня цветут в апреле. Вот такая у меня часть балкона цветущего. Все эти растения я вынесла сюда, потому что всегда рано утром и до, наверное, 4 часов сюда светит солнышко. И этим всем растениям здесь очень комфортно. Первое растение я хочу показать, вот такую вот фиалку. Вот такое оно пушистое, красивое. Я померила сегодня цветок, вот один цветочек, вот этот, 7 сантиметров. Вот такой огромный. И цвет такой, не знаю, передает камера или нет, цвет такой светло-фиолетовый. Светло-фиолетовый, по краям темно-фиолетовый. И вот здесь в глазке желтая. Вот что-то она мне напоминает анютыны глазки. Вот эта фиалка. Еще, говорят, нужно фиалки там делить, потому что она не будет цвести. Смотрите, вот эта фиалка, здесь, наверное, 3 растения где-то вместе. И вот потому она так пышно цветет. И их вполне хватает места. И вполне она и компактная розетка. Только, не знаю, потом, может быть, как-то она, вот эта загущенность повлияет на цветение, на рост. Но сейчас, пока я смотрю, она очень себя комфортно чувствует. Вот такая она красавица. Еще хочу показать, да, я хочу сказать, что сорта фиалок я не запоминаю и не записываю. Не знаю, почему. Потому что, наверное, у меня действительно цветочные сорти. Я все цветы, названия их не могу запомнить. Вот еще такая фиалочка. Очень мне нравится. Она, видите, как будто бы простая, но, тем не менее, и не простая. Вот она, такие вот гофрированные по краям у нее, такие гофрированные концы. И они зеленые. Когда света ей хватает, они вот полностью, полностью, не видно, полностью вот зелененькие. Но потом, по мере старения, вот эта зеленость пропадает. Или, может быть, и освещение маловато. Ну, вот тоже она у меня огромная, большая. Никакие нижние листья я не удаляю. Вот такая она у меня растет. Вот еще детка вот этой. Видите, она вот, это стартер. Вот она, манюсенькая, но уже какие огроменные цветы. Просто огромные. Вот еще есть такая сорт фиалочки. Вот такое она, компактное цветение. Видите, с шапкой прям. Прямо с шапкой. Очень красивое растение. В серединке беленькое. Вот еще хочу показать вот такой корсивенный вазон. Вот пошла у нас там в школу. Там была выставка. И продавали дети с интерната свои поделки. Вот не знаю, могут ли дети такую красоту сделать или нет. Или это они перепродают. Ну, очень красивый вазон вот этот. Я не могла пройти мимо и купила себе. Это он глиняный. Конечно, фиалочка здесь у меня стоит в пластмассовом вазоне. Потому что глина сильно убирает влагу. И нежелательно комнатное растение садить в такие горшки. А вот так я вазон-вазон поставила. И очень красиво, мне кажется. Вот такая красота. Ой. Чтобы не уронить и не разбить. Вот начинает цвести вот такая колумнея. Вот чего я вот там видела у девчонок. У них так обильно цветут колумнеи. У меня нет. А потому что ей не хватало солнца. Я сейчас ее выставила на солнце. И посмотрите, сколько в ней бутонов будет. И она будет цвести очень обильно. Вот так. Так что у кого колумнеи, выставляйте на солнышко. И 100% вы дождетесь цветения. Вот еще хочу показать. Вот это черенки у меня. Черенки. Здесь стриптокорпела, колумнея. Вот стриптокорпела стоит в воде. Пустила корешки и цветет. Цветет, завязывает вон бутоны. Цветет. У меня такое ощущение, что ей почва совсем не нужна. Она просто цветет в воде. Вот такое растение. Следующий цветок хочу вам показать. Вот такое свое солнышко. Солнышко это уже расцвел мой гибискус Аполло. Вот такой он огромный, красивый цветок. Цветет уже второй день. Стоит здесь на балконе. Ему очень-очень здесь нравится. Потому что гибискус очень любит солнышко. Вот там еще есть бутончики. Видите? Он будет цвести постоянно. Так что... Решила собирать полную коллекцию вот этих сортовых гибискусов. Очень они мне уже нравятся. Быстро размножаются. Вот такие вот растения. Вот хочу показать вам еще свою ампельную бегонию. Я не знаю, что с ней случилось. Я просто начеренковала черенков, укореняла. И что-то у нее помельчали листья. Стали какие-то мелкие. Ну, правда, и цветение менее обильное. Что случилось с ней, я не знаю. Может, солнце сильно обильно цветет. И оно мельчает. Потому что листики, смотрю, какие-то светлые на ней. Что с ней случилось, не знаю. Кто-то мне писал, что у кого-то есть такая бегония. Подскажите, пожалуйста. Вот черенок от этой бегонии. Видите? Он уже цветет. И то же самое листики мелкие. Вот он у меня в торфяной таблеточке. Быстро пускает корешки. И вот так цветет. Вот здесь у меня начинает цвести бугенвилия. Бугенвилия тоже сорт. Я не помню. Вот какая-то она такая оранжевая, темно-оранжевого цвета. Ой, я вынесла ее рано на балкон. И что-то случилось с листиками. Вот они что-то начинают. То чернели, сейчас начинают коричневеть. Плохо видно, да? Где они? Вот, начинают коричневеть. Что случилось, не знаю. Или замерзает. Ну, вроде бы, бугенвилия такое растение уличное. Оно не должно здесь замерзать. Даже не знаю. Это вот этот как его, боже? Жасмин. Жасмин самбак. Вот такие вот у него уже бутончики. Но его надо обрезать. Что-то он вымахал такой длинный, здоровый. Вот это уже процвел. Бывает, выйду, особенно вечером. Боже, как он пахнет. Так приятно. Вот после цветения, вот белые, а потом стоят такие цветочки, такие красноватые какие-то. И тоже имеют запах. Очень приятно пахнет. Еще хочу показать вам вот свою. Видно плохо. Красавицу хою белу. Вот такая она. Смотрите, сколько на ней уже полураспустившихся бутонов. Вот это самое, мне кажется, беспроблемное растение. Хоя бела. Постоянно она цветет. Черенки моментально. Моментально укореняются в воде. Моментально приживаются в почве. Никакой подкормки. Никакой заморочки с ними. Вот они цветут постоянно. Единственное, важное, что ее нельзя переставлять с места на место. Она сразу моментально теряет цветочки. Моментально. Вот есть такие вот маленькие, видите, задаточек. И он сразу, если ты переставляешь, он сразу желтеет и опадает. И опадает. Вот так. Вот такие вот новости моего цветущего балкона на сегодняшний день. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, делитесь моим видео в соцсетях. Все. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.